всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на довольно часто задаваемый вопрос о том как почистить midi регион от ненужной модуляции разных cc контроллеров то есть это control change контроллеры которые которыми могут быть колесо модуляции pitch band нажатие sustain педали или может быть какие-то еще контроллеры бывает такое что некоторые синтезаторы или midi клавиатуры передают при записи нот какие-то ну бывает какие-то некие глюки передают ненужные cc команды которые потом не грамотно воспроизводится лоджиком но это отдельная тема там естественно все это надо настраивать чтобы все работало как нужно но если такое случается многие с этим сталкиваются вот не знает как это почистить многие знают что вот например в окне аранжировки есть у нас много прописанной разными диод этой скажем так автоматизации меди изменений контроллеров можно здесь включить origin и мы видим эту автоматизацию то есть можем прямо здесь в окне проекта посмотреть любую автоматизацию и и гипотетически здесь можно отключить то есть можно выбрать все что у нас здесь есть и отключить чтобы она не работала то есть мы вдруг хотим это удалить или например мы хотим все-таки не отключать а использовать этот контроллер просто нам нет не совсем нравится то что здесь есть и вручную там это все удалять не бывает не всегда удобно плюс у меня вот здесь например я для наглядности записал всего лишь 5 а бывают некоторые синтезаторы генерят на нескольких каналах то есть там например модуляция на пяти каналов сразу у меня такое тоже было с одним из синтезаторов он выдавал какие-то странные сообщения сразу по пяти каналам выдавал модуляцию и если я менял на одном то модуляции на остальных четырех каналах она оставалась прежней и она не давала то измененный грамотно работать ну то есть много нюансов приходилось все это очищать и вот в этом видео хочу просто показать разные варианты как от этого избавиться но вот я вот уже показал что можно через главное окно просто включив отображение режим автоматизации отключить ту или иную автоматизацию то есть выбираешь нужную автоматизацию и просто ее отключаешь как вариант это один способ другой способ это ну можно конечно также открыть piano roll но в piano роли это делается менее удобно то здесь мы тоже соответственно видим все вот эти измененные скажем так а параметры not velocity в данном случае например или sustain но здесь бывает не всегда удобно это все удалять нужно также вручную выбирать удалять и так далее с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику так вот как это можно сделать быстрее то есть вот я хочу меня задача оставить только ноты вот я ноты сыграл мне все нравится но вот эти все контроллеры мне не нужны хочу их очистить к сожалению команда удаления автоматизации вот здесь через параметр микс то есть delete automation она не работает для меди автоматизации она работает только для той автоматизации что мы делаем через ну стандартное меню там типа громкости и так далее то есть уже автоматизации такой на дорожке скажем так они меди автоматизации внутри региона так вот как как это можно удалить для этого нам может понадобиться точнее нам может помочь event лист который для выбранного региона нам может показывать что в нем происходит то есть вот смотрите здесь event лист это очень удобная вещь она как бы вертикально списком отображает что у нас в принципе в регионе происходит то есть и мы видим что у нас здесь есть соответственно статусы и категории категории вот этих меди событий то есть у нас здесь есть но ты непосредственно у нас есть программ чейндж то есть pitch band нас есть контроллер вот эти cc контроллер у нас есть авто touch если вы вдруг вы использовали авто touch поле авто touch и так далее то есть у нас здесь все это есть и что мы можем сделать вот видите здесь все прям изменения pitch band и прочего все записано то есть все контроллеры и я могу от исключить ноты из списка то есть и нота мне теперь не показываются и просто я здесь все выделяю допустим и нажимаю delete все у нас остаются только ноты и мой меди регион полностью пустой то есть мы вот видим что нас кроме not velocity больше ничего не используется то есть как вы увидели всего лишь в два клика я полностью избавился от всех контроллеров естественно можно отменить и можно можно удалять просто поочередно то есть можно выбрать например категорию вот я вижу здесь все сустейны ну и тут опять же можно отдельно отделить то есть можно отключить ненужное вот нас остается сустейн то есть можно выбрать все сустейны и просто отклю удалить то есть таким образом либо модуляцию то есть я вот вижу здесь модуляция есть ее тоже могу просто выбрать и всю удалить то есть можно так вот отдельно это делать либо вот угару полностью удалите оставить только по сути ноты то есть вот таким простым способом через event лист можно очень быстро удалить ненужную информацию из меди региона особенно кстати это бывает полезно если вы импортируете откуда-то миди регион из какого-нибудь другого секвенсора или из какого-нибудь нотного редактора типа там guitar pro например там тоже бывает вместе с миди файлом выводится какая-то ненужная вот эта контроллерная информация которая потом не совсем адекватно воспринимается лоджиком и звук становится странный неуправляемый и а вам нужно по сути только ноты то есть только ноты и velocity соответственно вот таким образом вы можете здесь ненужное удалить и оставить только ноты ну что ж вот такое короткое видео пишите в комментариях было ли она вам полезно знали ли вы об этом способе и как вы вообще боролись с вот этой проблемой каких-то внезапных контроллеров есть конечно с ней сталкивались в общем пишите свои вопросы напоминаю про наш telegram чат где мы все собственно и обмениваемся вот этими проблемами и вопросами и на самые интересные или самые часто встречающиеся я вот записываю такие видео ответы поэтому welcome ссылки есть в описании если вы еще не присоединились к нам пожалуйста при переходите ну и так конечно же подписывайтесь на канал лоджик про хелп что здесь выходит много полезных видео по работе в лоджик по решению различных задач и следите за новостями с был дмитрий урсул успехов творчестве увидимся всем пока